Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на ваших экранах новый изичный ивент для лентяев, потому что только лентяй сможет не пройти данный ивент за отведенные 10 дней. Давайте обо всем по порядку будем разбираться во всем, что необходимо знать о данном игровом событии и соответственно выкатим главную награду обязательно из ангара. Что касается того, что необходимо будет делать, у вас есть 2 игровых валюты. Первое это значки, второе это эмблемы. Эмблемы классности вы получаете за знаки классности и их, ребят, вы сможете обменять на контейнер ретро топе. В контейнере ретро топе я бы не сказал, что есть что-то действительно интересное. Есть камо, есть обвес, но в целом ради этого гнуть спину и прям напрягаться и добиваться того, чтобы было максимум этих знаков классности, я лично смысла абсолютно никакого не вижу. Поэтому конкретно я буду просто играть, просто проходить. Если соберу 25, окей, открою контейнер. Если нет, значит бог с ним. А вот это вот я пройду однозначно. По одной простой причине, потому что здесь действительно положили вкуснятину. Начнем с того, что сюда положили сертификаты на скидку на исследование танков, причем на целых 50%. Ребят, обратите внимание, что данные сертификаты имеют срок годности. Они имеют срок годности в 14 дней. У вас будет 14 дней с момента получения сертификатов на то, чтобы прокачать себе какую-нибудь веточку. Едем дальше. Для того, чтобы проходить полностью вот этот вот весь ивентик, вам необходимо будет побеждать на технике, начиная от 4 до 10 уровня включительно, и на технике, на которой у вас есть активный бонус x2, x3, либо x5. Ну и сейчас те ребята, у которых завалялись x10, такие сидят, ааа, мне приз не дадут. Ну шутки шутками, но почему-то разработчики более крупный сертификат не учли. Ну не учли, да не учли, это их право, так или иначе. x2, x3, x5 вам в помощь, играйте, побеждайте и, соответственно, закрываете эту линейку. Для того, чтобы забрать себе танчик, вам необходимо собрать 105 вот этих великолепных вот эмблемок. Нет, не эмблемы, как они там, вылетело из головы совсем. Возвращаемся, значки, значки, ребят. Так вот, для того, чтобы собрать 105 значков, вам необходимо сделать 53 победы. Но я округляю, потому что оно просто пополам не делится нормально. Если вы хотите забрать полностью все и забрать себе сертификат на скидку на десятку, то тогда вам необходимо будет собрать, соответственно, 125 значков. А 125 значков, ребят, это 63 победы. Я думаю, что за 10 дней, отведенных на данный мини-ивентик, ну прям самый ленивый, как я уже сказал, танкист справится с этой вполне себе посильной задачей. Согласитесь, делать, грубо говоря, 5 или 6 побед в день, это не так уж и много. Причем никто вас не привязывает к конкретному типу техники. Вас привязывают только к вот этим Х2, которые у вас обновляются. По большому счету, если в вашем ангаре есть как хотя бы 5, ну лучше, конечно, 6 все-таки танчиков, пускай даже 4 уровня, вы все равно сможете забрать себе танк 6 левела. Теперь, что касается компенсации для тех ребят, у которых танк есть. Вот точно так же, как вы его можете продать за 580 тысяч, точно такую же компенсацию вы получите, если откроете его повторно в этом мини-ивенте. Поэтому продавать машину заблаговременно смысла нет абсолютно никакого, за голду вы ее не продадите, просто играйте и получайте компенсацию, если она вам нужна. Что касается самой машины. Как я уже сказал, когда-то ее продавали за 3,5 тысячи. Ну, я, честно говоря, считаю, что 3,5 тысячи для данной машины действительно дорого. Ну, а как халява, самое то. Довольно хорошее качественное орудие, с хорошим временем перезарядки в 5 секунд, довольно неплохое время сведения, разброс довольно неплохой, довольно точная пушечка. По ДПМу, конечно, не сильно круто, ну просто потому, что средний урон 160. Но в целом, я бы сказал, что играется вполне себе нормально. Стоит также помнить по поводу того, что это сущий картон, прям совсем-совсем картонный. Ну и, соответственно, вам на передовой делать нечего абсолютно. Угол склонения орудия вниз плюс-минус комфортный. Не могу сказать, что прям имба, но на неровных поверхностях вполне себе терпимо отыгрывается. Ну что, поехали, попытаемся затестить главную награду. Итак, друзья, погнали. Машина едет, в принципе, неплохо. Свезд с неба она, безусловно, собирать не будет никаких. Но в целом, передвигаться по карте больше, чем достаточно. Что касается орудия, сейчас обязательно заценим. Ну и, в принципе, что оценивать? Ребят, вам халяву предлагают, вам не предлагают купить данную машину. Как я уже говорил, за 3,5 тысячи голды ее когда-то выставляли на продажу. И это действительно было кощунство. Хотя, в целом, многим эта машина заходит. Кто-то сравнивает ее с пуделем, действительно, во многом они похожи. Хотя, в чем-то они все-таки существенно отличаются. Поэтому, если вдруг у вас пудель есть, и вы не хотите себе данную тачку забирать даже бесплатно, то напишите в комментариях, почему. Неужели вам халява плохо пахнет? Что касается сведения и точности. Это я сейчас немножко маху дал. Вообще, в целом, сводится орудием довольно нормально по точности. Тоже каких-то нареканий особых нет. Что касается того, о чем необходимо помнить. Как я уже сказал, данная машина абсолютно не обладает никакой броней. Брони здесь нет от слова совсем. Ну и, соответственно, вам на передовой делать нечего. Пытайтесь играть максимально аккуратно. Пытайтесь не выпячиваться на передовую. И пытайтесь не попадаться на глаза вашим соперникам. Отыгрывайте по засветам ваших союзников. Работайте как танк поддержки. И, в целом, ребят, будет вам счастье. Накидывать абсолютно спокойно можно. Главное, чтобы вас в это время никто не разбирал. И тогда вы действительно можете быть на данной машине вполне себе результативным игроком. Что касается фарма. С учетом того, что это шестой уровень, то говорить о каком-то существенном фарме не приходится. Безусловно, это не восьмерка, на которой можно вывозить горы серебра. Но в то же время, если вдруг вы игрок, у которого ангар пуст, или вы недавно начали играть, и вам надо хоть что-нибудь, то, поверьте мне, это вполне себе нормальный танк, для того, чтобы с него начинать, с учетом того, что с вас за него никто ничего не просит. То есть, ваша золотая копилка не опустеет. Вы просто получите себе машину, на которой вы хоть что-то сможете фармить, если других фармеров у вас в ангаре попросту нет. Короче говоря, ребят, халяву заценивать очень сложно. Я сейчас всячески пытаюсь уйти от вопросов, скажем так, негативных сторон данной машины. Ну, просто хотя бы исходя из того, что я оцениваю, ну, не знаю, сыр без мышеловки, по большому счету там, вы ничего не теряете. Вы только приобретаете, вы приобретаете себе танчик шестого уровня, кто-то скажет, что, блин, если бы можно было его хотя бы на голду обменять. Я таким ребятам отвечу честно, откровенно и прямо в лицо. Ребят, вы просто зажрались. Даже если вам предлагают компенсацию серебром, тогда, ну, именно компенсацию, а не продажу танка, то тогда можете не потеть. Здесь уже, как бы, безусловно, дело ваше. Да, в принципе, даже если и за голду можно его продать, то все равно дело ваше, потеть или не потеть. Но, поскольку, во-первых, потом здесь особо не пахнет, не предвидится прям совсем несгибаемое состояние, точнее, неразгибаемое состояние спины, то, по-моему, имеет смысл себе данную машину взять. Я имею в виду, если у вас ее нет. Если у вас она есть, то, безусловно, возможно, для многих не будет абсолютно никакого интереса и смысла данную тачку себе открывать и сидеть прям побеждать-побеждать. Но разработчики поступили хитро. Они поставили в конец сертификатик на десятку, который можно толково и грамотно использовать на каких-нибудь тяжелых ветках. 50% скидки на каждый уровень, по-моему, довольно неплохой бонус от разработчиков, с учетом того, что вам, в принципе, ничего другого не надо делать, кроме как играть, как и обычно каждый день вы это делаете. Что касается того, что мы смогли сделать. Да, пускай они заоблачные результаты, 1231 по урону, я вот сразу получаю себе и значок, и эмблемку, точнее, два значка я получаю. Ну и, что касается фарма, то, как я говорил, это далеко не фармер и без прем-аккаунта 19800. Но если вдруг у вас прям совсем играть не на чем, то какие-никакие, а все-таки деньги в копилку. Что касается нашей результативности, то третье место в команде практически ничего не делает. Здесь нечего больше рассказывать, потому что данная машина, как я уже сказал, стоит не на продаже, ее предлагают вам забрать абсолютно бесплатно. Поэтому заниматься дотошным изучением ТТХ по данной машине, сравнивать ее с кем-либо на уровне, я не вижу абсолютно никакого смысла. Вот когда она появится в очередной раз на продаже, и если в нее будут вносить какие-то технические изменения, то, безусловно, мы будем делать на нее честный обзор. А пока вот вам награда, вот вам изи-ивент, который, как я уже сказал, пройдет, даже ленивый ребенок. Заходите, играйте, получайте удовольствие, а главное подписывайтесь на канал, если вы хотите быть в курсе свежих новостей игры и хотите слышать честное мнение по поводу всего, что происходит в этой игре. Я побежал снимать специально для вас, и, кстати, ребят, если вы оставите комментарий под данным видосом, по теме данного видео, напишите не менее 7 слов, укажете свой игровой никнейм, укажете свой ID на Евросервере, то вы, имея подписку у меня на канал и имея открытые подписки, чтобы я мог в этом убедиться, автоматически становитесь участником розыгрыша особого пропуска на следующий месяц. В следующем месяце у нас не будет коллекционок, но я думаю, что особый пропуск имеет смысл получить, хотя бы для того, чтобы забрать всю вот эту вот халяву. Глядишь, может разработчики там еще и какой сюрприз приготовили. Ребят, розыгрыш состоится завтра, 25 числа, вечерком на прямой трансляции, которую я уже планирую, и там среди зрителей, которые будут присутствовать, мы разыграем еще один особый пропуск. Я побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok